Включу камеру и снова поздороваюсь. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Директ Академии! И наша сегодняшняя тема – издательство Директ Медиа и преподаватель. Работаем вместе над электронным учебным изданием. Я надеюсь, что здесь у нас присутствуют потенциальные авторы или, по крайней мере, те, кто сможет передать им данную информацию. Презентация сегодня представлена в информационном виде. В ней достаточно много текстов. Этот вид для меня немножко не характерен, но зато эту презентацию в принципе можно применять не используя ее запись, а используя просто ее файл для распространения. Поэтому я призываю вас скачать этот файл. Он сейчас находится в папке ресурсы. И использовать его по мере необходимости. Эта презентация создана мной совместно с нашим издательством, с издательством Директ Медиа и отражает двойное авторство. Ну что ж, давайте я для начала немножко расскажу о нашем издательстве. Директ Медиа как издательство. Вообще мы применяем две формулы. Иногда мы говорим компания Директ Медиа, иногда говорим издательство Директ Медиа. Несмотря на то, что у нас одно юридическое лицо Директ Медиа, мы как компания выполняем две функции. Издательство является нашим подразделением, существенным подразделением, и исторически оно было главным. Сегодня я не буду говорить о втором нашем главном направлении. Это ЭБС, ЭБС Университетская библиотека онлайн. А поговорим как раз о деятельности нашего издательства, которое тесно связано с ЭБС. Тесно связано, потому что наше издательство – это электронное издательство. Несмотря на то, что книги в их бумажном виде мы тоже производим, основная направленность наша – это электронные издания и все, что с ними связано. Итак, наша история отчитывается от 2002 года. С тех пор мы подготовили к изданию тысячи книг. И в свое время начинали так же, как электронные издательства, которые выпускают электронные диски. Если вы помните, была эпоха CD, DVD, и тогда очень много литературы и мультимедиа выпускалось на дисках. Что касается мультимедиа дисков, я их до сих пор встречаю в разных библиотеках. Очень приятно. Смотришь на полочку и наше издание видишь. Говоря о мультимедиа дисках, это с уходом технологии записи на дисках. Эта наша деятельность оформилась в виде арт-портала нашего, о котором я рассказывал несколько, примерно неделю назад. Издательство книг как таковых, учебных изданий, преобразовалось в издание электронных книг, которые теперь пополняют все наши виды ЭБС. У нас издается несколько видов ЭБС. Главное, о ней все, наверное, знают. Это университетская библиотека онлайн. Есть ЭБС для школы, есть ЭБС для СПО, для бизнес-сообщества и так далее. Для библиотек публичных отдельно. Они все находятся в некотором пересекающемся, но не совпадающем объеме контента. И вот для этого объема, этот объем пополняется в том числе и из деятельности нашего издательства. На сегодняшний день в прайсе находятся более полутора тысяч учебников монографии, научно-популярных изданий, изданий классической литературы, мультимедийных, художественных альбомов и так далее. Кстати, насчет художественных альбомов. Там несколько сотен художественных альбомов было нами выпущено совместно с издательством «Комсомольская правда». Это были, не побоюсь сказать, бестселлеры, которых вы можете сейчас даже в книжных магазинах еще найти. Это были недорогие книги по искусству, по всем областям искусства, по основным авторам великим и так далее. Так, что-то у меня тут минутку. Ну, колесико мышки почему-то работает немножко не так, как хочется. Так, вижу вопросы. По приоритетной тематике скажу позже, но если говорить одним словом, это я отвечаю на вопрос Эльвиры Оливны. Поговорим позже, но если говорить в двух словах, первый приоритет – это учебная литература, второй приоритет – это научная литература. Ох, как ярко светит солнце! Ну, надеюсь, ничего страшного, не буду уже заслонять его, чтобы не отвлекаться. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с вузами, причем в разных ситуациях, что ли. То есть работаем непосредственно с авторами, работаем с кафедрами, работаем с факультетами и с университетом в целом, которые, как правило, представлены вузовскими издательствами. Кстати, у нас в ВБС вузовские издательства представлены очень, так, достаточно много их, там около 150 издательств вузовских у нас представлены. Тут вопрос, во многом вопрос состоит в том, кому принадлежат права на те книги, которые могут быть изданы. Если они принадлежат самому автору, то мы имеем дело с самим автором. А если издательству или вузу, то можем иметь дело и с любой из этих категорий, что ли. Ну вот наши такие авторы, которые известны достаточно. Российский экономист Григорий Леонидович Маркович, известный телеведущий Виталий Третьяков, российский журналист и политолог, специалист по праву Сергей Братановский, ну и многие другие. Всех не буду сейчас называть. Я хотел бы вас пригласить на вебинар, который состоится 26 декабря. Выпускающий редактор нашего издательства будет рассказывать о новинках нашего издательства. Мы приняли решение, что у нас каждый месяц Анна Иванова будет проводить вебинар, где будет рассказывать об новинках месяца. То есть в месяц набирается достаточное количество новинок, чтобы сделать отдельный вебинар, ну почти что часовой, и рассказать о них. Так что милости прошу на вот эти вот вебинары Анны. Кстати, я хотел бы привести здесь ссылку, где вы можете зарегистрироваться не только на этот вебинар Анны, но и на все будущие ее вебинары, которые проходят каждый месяц. Сразу зарегистрируйтесь, чтобы потом этому внимания уже не уделять. Итак, электронная книга. Я понимаю, что многим не надо объяснять, что такое электронная книга, но тем не менее по основным моментам пройдемся, потому что с точки зрения авторства взгляд может быть несколько иной, чем с точки зрения нас, как читателей, потребителей. Поэтому немножко про саму электронную книгу, про ее форматы, а потом про сам процесс, который проходит совместно между автором и нашим издательством. Итак, электронная книга – это, по сути дела, книга в электронном формате. Ну, вроде бы тавтология, но из этого следует масса всяких интересных следствий. Ну, во-первых, по большому счету, электронным изданием можно назвать, если говорить в широком смысле, мы-то употребляем этот смысл в более узком смысле, более узко, да, но если говорить в более широком смысле, то все, что имеет так называемую нулевую стоимость копирования, может называться электронным изданием. Что такое нулевая стоимость копирования? В общем-то, эта концепция достаточно старая, и на ней и держится интернет как сущность. То есть, если воспринимать книгу как вещь, то следующий экземпляр книги никогда не может стоить бесплатно. Потому что вещь не бесплатна, вещь состоит из какого-то вещества, надо на нем напечатать, из краски, из некоторых действий, которые проводятся конкретно для этого экземпляра книги. Не только для книги в целом, как издание, но и для этого экземпляра книги. А в электронном книге такого нет. Все стоящие действия, стоящие каких-то ресурсов и денег действия, проводятся один раз. Все последующие экземпляры имеют практически нулевую. То есть, конечно, там в принципе не нулевую, рассматривают там место на жестком диске, или на сервере, или передачу битов по интернету, но они исчезающе малы по сравнению с затратами, с вот этими первоначальными затратами. Это ведет к массе интересных следствий, о которых стоит упомянуть. Ну вот, в частности, электронная книга имеет вот такие вот преимущества. Не только стоимость ее, но и скорость ее доставки, после того, как она уже сделана, практически нулевая. То есть, это скорость, это скорость интернета, как правило, нажимаете на кнопку, и книга у вас. Либо начинаете ее читать прямо сейчас. Вот. Скорость совершенно не... не сопоставима с тем, что даже, ну, даже подойти к книжной полке, найти книгу и взять ее, и начать читать, это уже какое-то существенное время. Я уже не говорю о том, что пойти в книжный магазин, найти его, найти там нужную книгу и приобрести ее. А на это требуются там часы и дни, как правило. На издание самой электронной книги уходит меньше времени. Ну, если сравнивать наше издательство, то электронная книга издается в среднем за месяц, а на бумажную книгу потребуется примерно полгода. Нет затрат на доставку, но об этом я уже говорил. Нет затрат на тиражирование, это та самая нулевая стоимость. Можно продавать бесконечное количество копий, ничего не доплачивая. То есть, технологический процесс от этого новый не надо запускать. Ничего при этом не тратится. В принципе, охват аудитории это весь интернет, то есть, почти все человечество. Есть, конечно, ограничивающиеся факторы другие, такие как язык, такие как доступность сервера и прочее. Но потенциально это весь мир. Следующий момент, немаловажный, кстати, момент, это экологичность. То есть, книги производятся на бумаге, а бумагу вообще жалко деревьев. Поэтому мы еще и вносим вклад в экологичность. Ну и, наконец, такая вот философская вещь, что люди отвыкают покупать книги на самом деле на бумаге. Почему они это отвыкают делать? Ну, главный момент заключается в следующем. Люди не хотят владеть книгами, они хотят ими пользоваться. То есть, есть какой-то текст, с которым мне хочется ознакомиться, я люблю этого автора, но это не значит, что я люблю вот эту конкретную вещь. Я не хочу владеть книгой как вещью, потому что владение – это ответственность. Я должен следить за этой вещью, я должен ее хранить. Она отнимает место на моих книжных полках. И далее, далее, далее. Много всяких моментов, связанных с отказом от ответственности владения. А современные люди, они предпочитают читать книгу в электронном виде. Ну, я, например, уже лет 15 читаю книги исключительно в электронном виде. Иногда для каких-то отдельных случаев я балую, покупаю книгу на бумаге, ну, просто по старой памяти, наверное. А так все мои книги в телефоне, я читаю их исключительно, даже не на специальном устройстве, а просто с телефона, и меня это устраивает на все 100%. Вот так, вижу, какой-то вопрос появился в вопросах. Какие приоритеты по областям знаний? Ну, постараюсь сказать, хотя это очень широкие. Как осуществляется научное редактирование? Так, я, да, подождите, давайте я на все это отвечу, наверное, после, потому что на часть этих вопросов будет ответ. Итак, по форматам. Электронная книга имеет свои состоявшиеся форматы, которые были придуманы специально для нее. Ну, первый формат не специально, конечно, для книг был придуман, а вообще для всех форм документа. PDF – это формат, являющийся де-факто форматом, стандартом для передачи электронных документов, в том числе электронных книг, в интернете. То есть, вообще говоря, если вам надо что-то опубликовать, не просто передать электронной почтой между двумя людьми, а именно опубликовать, то все ваши вордовые файлы, Excel, верстки и так далее вы обязаны преобразовать в формат PDF и в таком виде уже распространять. Все другое является плохим тоном и, в общем, не есть хорошо. Что касается электронных издательств, то обычно другие форматы являются более популярными. Но формат PDF, он хорош тем, что он есть формат совместимости с бумажным изданием. То есть, если по какой-то причине издание или его часть может быть или должна быть опубликована на бумаге, то формат PDF является практически единственным возможным. Кроме того, в свое время формат PDF следовал из того, что требовалось нашими законами, подзаконными актами, которые регулировали деятельность электронных библиотек для вузов, требовалось полное соответствие электронного издания и бумажного издания, визуальное соответствие. Ну и последний довод в пользу PDF – это довод в том, что учебники, особенно учебники не гуманитарные, а технические и, естественно, научные, они требуют сложные верстки, формулы, таблицы и прочее. Форматы, прочие форматы, но за исключением может быть и ПАП, который может быть достаточно сложным, но там отдельные трудности, они не позволяют этого делать. Они передают в основном прямой текст. Тем не менее, для книг, которые подвержены, ну, которые можно просто читать, наиболее популярными являются форматами и ПАП, МОБИ и в России FB2, которые у нас поддерживаются в нашем интернет-магазине книжном. Ну и, наконец, для совместимости, для изданий, которые являются историческими, у нас поддерживается формат дежавю, формат, который наиболее хорошо, ну, не наиболее, а имеет один из самых совершенных механизмов сжатия, сжатия с потерями, и сканы листов передает в наилучшем виде при данном объеме. А вижу вопрос от Олега Васильевича, о какими могут быть форматы через год, 5-12 лет. Хороший вопрос. На самом деле, я бы его обобщил под таким видом, какими будут электронные книги через это время. А вопрос на самом деле непростой, потому что форматы будут такими, какими будет электронная книга. Какая она будет, не знаю. Мне кажется, что формат PDF переживет еще очень много времени. Он уже лет 20, как минимум, это даже больше, лет 25 как минимум живет, совершенствуется, и для совместимости с печатными изданиями он будет оставаться. Бумага, несмотря на то, что бумага уходит, но она через 5 лет, насчет 12 не буду говорить, наверное, отдельные виды бумажных книг через 12, даже через 20 лет будут существовать, хотя технология уйдет явно в электронный вид в основном. Но вопрос не в этом. Так вот, для совместимости с ними PDF, наверное, будет продолжать существовать. А вот что будет с электронной книгой как таковой, это большой вопрос, потому что, вообще говоря, говоря об электронной книге, мы поддерживаем некую традицию, связанную с 600-летней историей Гутенберговской эпохи. То есть вот книга как кодекс, как говорят книжники, то есть переплетенная книга со страницами, это была в свое время революция, да еще и с печатными, когда появился печатный станок, когда стоимость тиражирования резко упала. Мы сейчас говорим о нулевой стоимости, но даже уже печатный процесс позволил эту стоимость сделать неравной первоначальному процессу создания книги. Так вот, что дальше будет происходить? Сейчас, на самом деле, такое представление об электронной книге, как о кодексе, тянет нас назад, потому что электронные технологии, они совершенно не призывают нас делать, привязываться к страницам, привязываться к оглавлениям, к иерархической структуре и так далее. Электронные, ну вот, взять простейшую вещь, электронный хелп к какому-нибудь продукту, он уже построен по совершенно иному принципу. Или взять сайт Википедии, он построен по совершенно другому принципу, его нельзя листать, и у него даже оглавления как такового нет. Вы просто ищите то, что вам надо, и находите. Вот, мне кажется, что электронная книга будет в эту сторону двигаться, в сторону совершенно иных структур. И какие структуры, какие эти структуры потребуют форматы, такие форматы и появятся. Что это будет, не могу пока сказать, ну, например, это будет что-то глубоко структурированное. Сейчас, когда я создаю свои электронные курсы, которые я периодически провожу по разным темам, я, например, употребляю такой формат, как Long Grid. И в них складываю свою информацию не в форме брошюры, не в форме методического пособия, а именно в виде ряда Long Grid на каждую тему. А там структурное... Да, конечно, сетевые издания будут как-то развиваться будут, потому что всю жизнь оставаться в идеологии PDF-а тоже нельзя. Это хорошо именно для совместимости с процессом печати. Но вообще говоря, PDF- это формат такой, который тянет нас немножко назад. Ну, извините, такое отступление, лирическое отступление получилось. Вопрос открытый. Ну, вот, честно говоря, вот тот вопрос, который вы задали, я, например, себе задавал еще 15 лет назад, и мне казалось, что быстрее решится этот вопрос. Все-таки новые структуры, они требуют нового развития. Но пока получается так, что электронная книга развивается консервативно, относительно консервативно, конечно. Хотя на самом деле электронная книга является таким революционным понятием, но менее революционным, чем окружающий мир. Все-таки это достаточно консервативное понятие, и нас ведет к старой книге. То есть, исходно мы, издательство, в издательстве производится, мы, между прочим, об этом сегодня будем говорить, в издательстве производятся традиционные издательские действия, технология издательская. И поэтому электронная книга – это полноценная книга. Если брать, например, электронные проекты, такие как Википедия, там совершенно иной издательский процесс. Его трудно назвать издательским, но это процесс постоянного совершенствования текстов. То есть, совсем что-то совершенно иное, вообще несовместимое с понятием издательского процесса традиционного. Вот, может быть, куда-то в эту сторону как-то это все будет развиваться. Вот, но поживем и увидим. Сегодня мы все-таки говорим об электронной книге. Итак, процесс издания книги. Вот как раз говорю о том, что наше издательство, несмотря на то, что оно электронное, оно осуществляет весь процесс, который существует в издательстве. Вот, и тут, ну, это иногда надо доказывать для тех, кто говорит, что электронная книга – это не полноценная книга. Нет, это полноценная книга, и в ней присутствует все, что присутствует в традиционном издательском процессе, за исключением, собственно, процесса положения этого всего на бумагу. Вот, но с точки зрения автора у нас есть два процесса. Это так называемый полный процесс, который включает полноценный комплекс издательской работы со стороны нашего издательства и осуществляется за счет автора полностью или за счет гранта какого-то. и тот процесс, который мы называем оптимальный, немножко упрощенный, когда часть процесса происходит на нашей стороне, а часть приходит от автора. В этом случае издание, ну, условно говоря, часть ресурсов затрачивает автор, а часть затрачивает наше издание. В частности, мы принимаем книгу в авторской корректуре и редактуре и лишь просматриваем ее. Авторская редактура – это не значит, что мы вообще любой там неграмотный текст примем, но просто это не настолько затратный процесс. Редактору профессиональному достаточно, ну, там, несколько взглядов такого на издание, чтобы понять, требуется доработка или не требуется. Вот, конечно, мы не принимаем полностью авторскую редакцию, если она неграмотная и этот текст невозможно читать. Но, в принципе, есть некий процесс, когда, в принципе, это можно было бы отредактировать, но автор видит так, да? Так вот, оптимальный процесс – это как раз книга в авторской редакции. Начать с сотрудничества с нами очень просто. Вот есть два адреса, которые я вам рекомендую записать. Один из… Так, почему-то у меня не увеличилось тут. Давайте вот так вот. Да, вот теперь правильные два адреса. Первый из них, ну, это наш общий адрес нашей компании, с которого вас сразу переадресуют к тому конкретному человеку, который это делает. Но, скорее всего, это будет вот этот вот человек, Юлия Барабанщикова, который у нас, собственно, занимается отношениями с авторами. Просто пошлите свой текст в традиционном формате Word, ну, либо уже, чтобы можно было первоначально его почитать, либо, ну, в каком-то другом формате, доступном для чтения, по вот одному из этих адресов, чтобы начать общаться. А дальше уже наши редакторы вам подробнее разъясняют, что от вас будет требоваться и как будет проходить работа. Также другой вариант, можете загрузить ваш авторский текст через личный кабинет преподавателя на сайте нашего издательства. Ну, если быть точным, прямо в ЭБС можете загрузить в свой личный кабинет. Но все равно потом надо дать знать по вот этому адресу о том, что вы что-то загрузили, и это имеется в виду для будущей публикации. Передавать рукопись можно в форматах doc, txt, rtf. Если есть там какие-то формулы, то можно их ставить вот в этих форматах, и картинки тоже. Ну, есть некоторые нюансы, о которых лучше напрямую поговорить с нашими редакторами. Если издание научно, то необходимо предоставить научные рецензии со стороны автора. Так, Эльвира Алиевна задает вопрос. Тут другой вопрос о статусе электронных книг, добросовестности автора, институте научного редактирования и рецензирования. А нам публикации нужны зачастую для того, чтобы они были признаны в наших списках. Да, ну, разумеется, есть такая тема. Ну, хочу вам сказать, что мы не заинтересованы в том, чтобы выпускать некоторые мусорные издания. Но мы и не... В основном то, о чем вы говорите, касается все-таки не столько книг и не столько учебных изданий, сколько изданий статей, научных статей. Вот в области научных статей там, конечно, происходят многие неприятные вещи, существуют мусорные издания и так далее. Мы же все-таки больше стараемся работать на нашу ЭБС, и нас больше интересуют крупные формы, такие как электронные учебники, электронные учебные пособия. Если говорить о научных изданиях, то монографии и так далее. Здесь все-таки меньше напор вот этих вот вещей. Ну, собственно, под заказ, да, под заказ тоже, но важно, чтобы этот заказ был там... нас заинтересовал тоже. Вот, каким-то из способов. В общем, вы знаете, я хотел бы, чтобы уже по конкретным вопросам вы обращались бы к Юлии, потому что возможны варианты. Я вам сейчас расскажу об общих вещах, а вот... вот о таких вещах лучше обращаться к ней с конкретным текстом. Да, потому что возможны варианты. Я вам сейчас могу не все сказать. Что-то нас может заинтересовать и вне того, что я сейчас скажу. Но вообще, если говорить об общей направленности, это направленность... учебная, научная, ну и немножко non-fiction. Вот как-то так. Ну, для тех, кто, может быть, не знает, я думаю, что все знают. Здесь есть два важных этапа издательского процесса. Это корректура и редактура. Корректура – это вычетка, то есть нахождение конкретных технических, пунктационных, орфографических ошибок, а также ошибок, которые будут возникать при верстке, но это уже наши проблемы. А редактура – это работа со стилем. Так вот, ответственность за корректуру и редактуру ложится при оптимальном режиме на автора, а при полном режиме на наше издательство. Но еще раз хочу повторить, при том, что ответственность ложится на автора, мы все равно этот текст так достаточно серьезно проглядываем. не оставляя это. Ну, то есть мы не можем себе позволить выпустить все неграмотное издание или издание в таком стиле, которое невозможно читать вообще. Так что тут такая двойственная вещь. Наши редакторы, разумеется, присутствуют в каждом издании, но просто в разной степени, скажем так. Вот это слайд, о котором я люблю очень сильно рассказывать. Слайд говорит о том, что в книге можно цветное исполнение применять. А это очень здорово, потому что, когда вам надо включить много цветных иллюстраций, особенно это интересно для гуманитарных изданий, то бумажные книги это очень дорого. То есть если вы придете в свое вузовское издательство и скажете, а мне вот надо 400 цветных иллюстраций, вам скажут, окей, это будет стоить вот столько. Пожалуйста, согласуйте эту цену с нашим руководством и мы вам напечатаем. Ну или вообще скажут, скажут, что мы это не можем. А электронному издательству вообще совершенно пофигу. Извините за это слово. Цветная иллюстрация или черно-белая? Цветная иллюстрация стоит ровно столько же, сколько черно-белая. Вот. В связи с этим у меня есть такой пример из моей личной практики. Мы делали электронные издания. Ну, я тогда работал в университете печати и мы начинали делать электронные издания, электронные учебные курсы по учебникам наших ведущих профессоров. Вот. И был у нас такой профессор, который вел предмет искусства и литературы и который очень скептически относился к нашей деятельности, если не сказать враждебно. Ну вот так сложилось, что у нас с ним завязался контакт и было нам предписано создать его учебник в электронном виде. И вот он такой приходит весь недоверчивый и один из вопросов. Ну, а сколько вы можете позволить иллюстрации в книге? Привычные общаться с обычным изданием. Я говорю, ну, а сколько надо там? Ну, он говорит, ну, сто пятьдесят. Сто можно? Я говорю, можно. А сто пятьдесят? Тоже можно. В конце концов, мы сделали его издание практически, если не изменяет память, с тремястами, пятьюдесятью иллюстрациями цветными. Вот. И после этого он просто возлюбил электронную книгу. Вы знаете, у нас с ним замечательное отношение до сих пор. Вот. Вот это пример того, как цветное исполнение влияет на отношение с авторами и на конечный результат. Конечно, в гуманитарной области цветное исполнение – это полдела. Разумеется, не все иллюстрации вы обязаны сами создать. Часть иллюстраций можно просто подобрать. Но тут надо иметь в виду, что эти иллюстрации должны быть каким-то образом легальны. Либо это должны быть иллюстрации, которые находятся в общественном достоянии. Ну, например, является точной фотографической копией полотен, картин, которые находятся в общественном достоянии, например, старых наших каких-то авторов, художников. Либо это должны быть картинки под лицензией Creative Commons. А, ну, определенные определенные послабления можно еще иметь в виду, так как наш гражданский кодекс позволяет использовать иллюстрации, не находящиеся в общественном достоянии, с целью информационной и учебной, учебными целями. Вот. Ну, как мы можем электронная книга, книга на электронных носителях со всеми плюсами и минусами, в отличие от бумажных изданий. Смею думать, что буду все-таки за сетевыми изданиями. Ну, я, собственно, с этой репликой полностью согласен. И, собственно, я этот тезис буквально 10 минут назад обсуждал. Но поживем и видим, на самом деле, да, в конце концов деятельность нашей компании как раз включает в себя и проекты другие, кроме как книжные проекты, да, такие как арт-портал, где мы работаем уже с сетевым изданием, как таковым, да, совсем другой стиль. Поживем и видим. Учебный процесс от нас пока еще требует в вузах обращения к учебникам, да, ну, если говорить об онлайне, это учебные курсы, это немножко другое дело. Но пока мы в обучении полностью на онлайн не перешли, видимо, электронная книга будет пользоваться пользоваться спросом. Я уже не говорю о том, что наши нормативные документы обязуют вузовские библиотеки иметь именно иметь именно книги. и покрывать учебный процесс определенным количеством учебных изданий. Вот. Итак, для автора важно уметь подбирать иллюстрации. Делается это достаточно просто. Надо овладеть простейшим способом поиска иллюстраций. В принципе, все мы, конечно, знаем, что такое Яндекс и Гугл, да, но не все умеем искать хорошие иллюстрации. Я вас, конечно, сейчас за пять минут не научу это сделать, но хотел бы отметить два момента. Во-первых, для поиска ваших иллюстраций как автора вам надо выбрать правильную метафору, то есть найти слово, которое будет точно воспроизводить то, что вам хочется, чтобы вы могли найти ту иллюстрацию, которую надо. Это не всегда дословно то, что вы хотите. Часто это просто какое-то метафорическое слово. Вот это искусство и им надо точно овладеть. Ну и два технических приема. Прошу прощения. Первый технический прием связан с поиском качественных по размеру иллюстраций. И в Google картинках есть вот такой вот инструмент, инструменты поиска размер больше чем и здесь задаете размер какой-то приличный достаточно, чтобы получить приличную картинку а не совершенно какой-то маленький маленькую размером, которую даже в электронном издании использовать трудно. Ну и второй это поиск по правам. Тоже инструменты поиска права на использование и с лицензией на использование. Тогда вывалятся только те картинки, у которых Creative Commons лицензия. Эти картинки можно использовать без платы автору. Правда обязательно с указанием самого авторства в электронном издании. Разумеется, полностью на нашем издательстве верстка электронного издания верстка производится один в один с тем, чтобы можно было книгу представить в PDF-формате. То есть еще раз хочу сказать, все электронные книги, которые у нас получаются, их можно потом распечатать в том виде, либо при помощи технологии print-on-demand получить реальную книгу, либо просто можно распечатать на вашем принтере или на принтере конечного потребителя. Не буду здесь про верстку говорить, из чего она состоит. Верстка это отдельный достаточно серьезный процесс. но издательский процесс конечно к верстке не сводится, к редактуре, корректуре и верстке. Есть еще указания некоторых специфических вещей, таких как классификаторы ASBN, UDK, BBK, авторский знак, библиографическое описание и так далее. Все это создается нашим нашим издательствам. Ну, здесь кратко про ASBN. Не буду здесь говорить, что такое ASBN, что такое BBK, UDK. Почитайте, если надо, в презентации скачайте ее. Тут дается краткое объяснение, что это такое, для чего это надо. Авторский знак. Он всегда вверстывается в книгу. Вот здесь рядом с библиографическим описанием. Он состоит из буквы двух цифр. Буква, как правило, это первая буква фамилии автора или заглавия. Цифры определяются специальными таблицами. Он тоже присутствует. Знак копирайта, который у нас все книжки копирайтные. То есть ваши права на эту книжку сохраняются и подтверждаются в электронном виде. То есть сам по себе процесс электронного издания не означает, что легкость передачи этой информации отнимает у вас авторство. Авторство у вас ничто не может отнять. Соответствую с гражданским кодексом вы обладаете абсолютно теми же правами в электронном виде, что и в бумажном виде. почему-то некоторое количество авторов считает, что если книга только электронная, то и никаких прав не сохраняется. Нет, конечно, есть проблема пиратства и проблема, что электронный текст проще украсть, текст с бумажной книги, хотя, конечно, сканировать бумажную книгу тоже не составляет труда. Но это не имеет никакого отношения к закону. По закону электронная книга точно такая же книга, как и бумажная книга, и все права сохраняются за автором. Выходные данные, но это то, что я вам сейчас показывал. Мы применяем традиционные издательские ГОСТы, которые описывают издания, в том числе электронные издания, в том числе и новый ГОСТ, который недавно вышел. Вчера, кстати, у нас по новому ГОСТу был вебинар Татьяны Телегиной, вообще рекордный вебинар, который собрал 307 человек, невиданное количество. То есть очень эта тема оказалась интересной. Если кому интересно, уже выложена запись этого вебинара на наш канал. Так вот, последние ГОСТы мы тоже применяем в описании. Про форматы я уже сказал, не буду повторяться. Базовый формат для нас формат PDF, но иногда можем и другие форматы откровитировать, если это чистый текст. Разумеется, научная книга, особенно научная и учебная книга, особенно та, которая имеет сложную верстку, она продолжает использоваться в формате PDF. Обложка очень важная вещь. Обложка важная вещь не только в книжном магазине, где вы приходите и смотрите на книгу, и если у вас взгляд не остановился на каком-то цветовом пятне, вы можете мимо этой книги пройти, даже не обратив внимания, даже если она вам нужна. То же самое происходит и в электронном книге, хотя вроде бы в электронной книге, но зачем обложка? Прихожу и читаю, зачем? Обложка это лишнее. Но на самом деле нет, обложка во всех электронных библиотеках выполняет тоже очень важную функцию. Это та маленькая плиточка, которая возникает в списке книг, когда вы ее ищите либо поиском, либо по каталогу, и потом происходит то же самое. У вас в поисковой выдаче 100 книг, вы их листаете, вы, конечно, читаете названия, можете читать аннотации и так далее, но вы все равно на этот цветовой кусочек как-то сосредотачиваетесь. Так вот, нормальная обложка это проблема нашего издательства и мы, разумеется, нормальную обложку подбираем для вашей книги. Как правило, из состава либо что-то делается, либо что-то верстается, либо находится какая-то свободная картинка. В общем, стараемся делать ее достаточно привлекательной. Разумеется, и ваши предложения по обложке тоже могут быть приняты. Вот аннотация. Аннотация это та вещь, которая, с одной стороны, является предметом издательской деятельности, а с другой стороны, не может быть выполнена без автора. То есть, да, будет, будет Pre-Library. Аннотация, с одной стороны, пишется редактором, потому что это чисто редакторская работа, а с другой стороны, первоначальная аннотация готовится автором, потому что не автор не может правильно написать аннотацию, только автор может понять, что же главное в его книге, что можно выразить одним абзацем или там максимум двумя абзацами. Поэтому это такая совместная деятельность издательства и автора. Авторские, ну, они, естественно, авторские, но тут такой момент, все-таки редактор должен приложить руку, потому что написание, написание аннотаций это особый стиль. Вот я вам скажу, как руководитель направления Директ Академии, да, у нас каждый вебинар имеет свою аннотацию. Вот, так вот, аннотация, которая приходит от автора, она всегда подвергается моей редакции то ли по размеру, то ли по тем словам, которые могут являться привлекательным, то есть по каким-то еще другим вещам. Разумеется, они приходят от авторов, но и, разумеется, я их обязательно как редактор я их тут же обрабатываю. То, что получается, та книга, которая получается в итоге, она размещается у нас во всех наших профильных изданиях в университетской библиотеке онлайн, на бизнес-портале, в школьной библиотеке, если это имеет отношение какое-то к школьникам, в интернет-магазине и так далее. Ну, разумеется, если автор принимает какое-то участие в продвижении книги, это всегда тоже очень здорово и хорошо. Ох, нет, не думаю, что я очень хороший редактор, но просто немножко руку набил на этих текстах. Разумеется, я не редактор по образованию, но приходится в жизни много править текстов. Если в вашей книге есть список литературы, он всегда будет присутствовать не только в самом электронном издании, но и в часть информации о книге будет публиковаться на предварительном экране в нашей ЭБС. Вот, например, список литературы, он не в самой книге, то есть в самой книге он, конечно, тоже будет присутствовать, ну и на экране предварительного просмотра он тоже будет присутствовать, список литературы, а также аннотация на книгу и библиографическое описание книги. Все это будет присутствовать, это очень важно на самом деле, не только в самой электронной книге, но и на предварительном экране, то есть на том экране, который находится раньше, на один клик раньше относительно самой книги. В интернете это очень важно, то, что находится на клик раньше, имеет больше приоритет. В среднем речь идет об одном месяце, если все нормально идет, но в зависимости от сложностей и технических особенностей может немножко больше времени занимать электронное издание. Я тут уже говорил про продвижение, о том, что мы эту книгу сразу выкладываем куда только возможно, во все наши собственные ресурсы, но и от автора требуется как-то в истории своей книги принять участие. Особенно, если автор преподаватель, то если этот автор заинтересован в продвижении своих книг, он должен своим студентам указать, что такая-то книга есть, такой-то ЭБС, и тогда эта книга будет, конечно, лучше читаться и лучше продаваться, если можно так выразиться. Если авторам нужны сертификаты, мы их выдаем, вот такие сертификаты о том, что факт издания, факт публикации авторского материала за подписью и печатью в бумажном виде можем вам это предоставить. также можем за счет автора осуществить рассылку 16 обязательных экземпляров в книжную палату. Ну и вот тут вопрос был по индексу цитирования, по ринсу, по и лайбрари. Все наши издания, информация о них отправляется в ринс и обычно ринс их включает через 1-3 месяца уже в свою базу данных. Ну и кроме того, как я уже говорил, издание появляется у нас в ЭБС и быстрее их можно цитировать и вот этот оборот, ссылочный оборот, он, конечно, в электронном виде гораздо быстрее, чем это было бы в виде бумажного издания. Если необходим все-таки бумажный вариант, то можно это сделать по технологии Print on Demand, любое количество экземпляров от одного. Ну, я знаю, я думаю, что вы знаете, что это за технология. Это технология цифровой печати книги, которая позволяет сделать книгу, ну, конечно, несколько дороже, чем стоимость экземпляра при массовом производстве, но, тем не менее, в приемлемых рамках. Вот, то есть, тиражи книг мы тоже производим, вот, и если есть необходимость в бумажном тираже, это всегда можно сделать. Вот стандарты, которые мы используем, вот последний стандарт тоже у нас в настоящее время используется, а вот стандарты старые, которые также использовались для создания библиографических описаний наших книг, вот, включая специфические для электронных изданий ГОСТы. Что мы издаем, собственно, в электронном виде? Прежде всего, это учебники, учебные пособия и монографии, переиздания книг, которые выходили в бумажном виде, сборники статей и трутов, опубликованных в научных журналах, сборники конференций и тематические сборники. А если что-то сюда не попало, обращайтесь, на самом деле вопрос всегда открытый, потому что издания бывают разные, интерес бывает разный у нас, если мы считаем, что какая-то категория наших потребителей имеет интерес в вашем тексте, даже если он не входит в этот список то, что здесь написано, обязательно обратитесь, потому что только после конкретного разговора с выпускающим редактором станет понятно, насколько это интересно для нашего издательства и имеет ли это историю при будущем помещении это в электронные библиотечные системы наши. Ну вот, как-то примерно так, наверное, все, мы уложились ровно в час. Так, у нас в медицинском университете закупка ЭБС, консультант студенты Юрайт, не знаю, как насчет университетской библиотеки, как быть в этом случае со студентами, для которых написано учебное пособие, например. Это интересный вопрос, я мог бы ответить так, знаете, как спрашивайте в магазинах продукцию только от издательства такого-то, да, то есть, ну, если у автора есть книга в нашем издательстве, то у него все права пойти к библиотекарю и сказать, к директору библиотекарей, ну вот, блин, наши книжки, которые нам нужны, они находятся в университетской библиотеке онлайн, давайте на нее подписываться. Вот, а дальше уже директор библиотеки будет взвешивать, что ему, какие ЭБС для них важны. А, собственно, наш интерес, как компании, чей флагманский продукт университетская библиотека онлайн, как раз и состоит в том, чтобы больше авторов имели книги в нашем издательстве и, соответственно, больше поводов было бы для вузов подписываться на нашу на нашу ЭБС. Вот, наверное, так. Ну, с другой стороны, наверное, каждая ЭБС могла бы сказать то же самое вот про себя, так что ничего такого необычного я тут, наверное, не сказал. Так, у меня, собственно, все. Спасибо за вопросы. Будут ли еще какие-то вопросы? Да, вот, авторы этой презентации, презентация изначально была составлена нашим издательством и потом дополнена мной, и я ее вот в таком виде применяю, потому что, в общем, постоянно дополняю какие-то, ввожу от себя дополнительные слайды, вот, но, если говорить более точно о копирайте, то у нас тут на эту презентацию двойной копирайт такой. Ну, что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание, я надеюсь, что вы скачаете эту презентацию, если у вас возникнет такая потребность по приведенным адресам, прежде всего, вот сюда обратитесь и вам разъяснят что и как с нашим электронным издательством. что ж, всех вам благ, до встречи на новых вебинарах, как совершенно справедливо написала Эльвира Алиевна. Завтра у нас интересный вебинар по дизайну для преподавателей, приходите, я надеюсь, будет интересно.